Боевые вертолеты и танковые колонны, взрывы снарядов и атаки солдат, разжеватые горные хребты и алое поле тюльпанов, военные действия и мирное время. Все это воспоминания Юрия Фирсикова о конфликте в Афганистане и событиях после него. Юрий Павлович служил там с 1980 года по 1983, получил звание старшего прапорщика. Отмечен несколькими наградами, среди них Орден Красной Звезды. По словам Юрия Фирсикова, картины написаны по зарисовкам, которые автор делал еще в Афганистане. Конечно, все же на глазах, все же на глазах, перед глазами. Вот собирается, допустим, взвод в ночной идти, на боевые. Они же собираются, одеваются там, сапоги наши прекрасные, которые все ноги натирали в этих горах, кирзухи. Ну что, Юрок, тебе-то не одевать, а мы поперли. Вот сейчас рассказываю о самолете. Нервы. Картина Юрия Фирсикова – застывшая история тех событий. От уходящей танковой колонны на Переване-Саланг, где погибло множество молодых ребят, до собаки, которая смотрит на самолет с выжившими. Работа автора хранят в себе зной афганской земли, гул вертолетов и, самое страшное, образ смерти. Сколько России лишилось людской красоты, говорит Юрий Фирсиков. Я специально церковку поставил, чтобы это просто ландшафтный вид сзади. А так я хотел этот памятник показать, черный тюльпан наш, который около инкомата. Просто мы были там, когда батюшку служил, службу. Не запомнилось, на всю жизнь тоже. Добрую и вечную память. На выставке представлено не так много работ – 19. Несмотря на то, что Юрий Фирсиков – непрофессиональный художник, война в Афганистане заставила его взяться за кисть и отразить воспоминания, приходящие к нему даже спустя годы. О каждой из своих работ автор подробно рассказал во время встречи с гостями. В творчестве своем, сколько жил, смотрел, там любая живопись могла быть, но именно посвященная Афганистану, ну вот первый раз, мне настолько было интересно, как здесь, что. Боль от событий 30-летней давности нашла отражение не только в картинах Юрия Фирсикова, но и в его стихотворениях. Мы новички, мы пополнение. Влились по взводам, бой не ждет. И сразу с хода в наступление, сквозь дым, сквозь галь, сквозь смерть вперед. Не помню, по какому знаку мы дерзки сделали бросок. Живет нас первая атака, десантной доблести урок. На встрече звучали пронзительные строки стихотворений и песен, которые исполнили приглашенные гости. Не только о боях и потерях, но и о мирном времени, которое стало возможно только благодаря подвигу солдат. Я спешу на встречу за своим детством, Поднимаю в небо голубей, Белых словно много летом назад. Это память о том, что со мной произошло в жизни, Говорит Юрий Фирсиков о своей выставке. Пока есть люди, способные в картинах, стихах и устных рассказах Передать события войны в Афганистане, Она не забудется и не станет просто очередной страницей истории. Такие встречи – возможность прочувствовать отголоски тех страшных событий И еще раз осознать ценность мирного времени. Ксения Френзин, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВ «Спущено».